На ваших экранах один из жилых комплексов на окраине Москвы. Подобных свежих жилых комплексов по Москве и по ближайшему Подмосковью сегодня строится огромное количество. В нашей стране кризис, а недвижимость стоит огромных денег. И эта цена постоянно растет. На этапе котлована вы можете купить по одной цене, а ценник потом на финише достигает совсем других цифр. И очень часто люди задаются вопросом, где же заработать? Сегодня ведь так холодно и голодно. Вот в этом ролике мы вас познакомим с двумя людьми, которые работали в крупных компаниях, получали по 150-200 тысяч рублей в месяц, имели стабильность. Но тем не менее, два года назад они решили отправиться в свободное плавание, начать работать на себя и начать зарабатывать совсем другие деньги. Основная задача этого видеоролика не прорекламировать вам очередной жилой комплекс, не прорекламировать вам услуги людей, а показать, как и на чем они зарабатывают деньги, с чего они начинали, какой у них объем работ и сколько они получают сегодня чистыми в месяц. На дворе 2020 год. У людей нету сайта, нету социальных сетей, они нигде никак себя не рекламируют, но при этом у них есть большой объем работы, у них есть группа людей, которые работают на них, у них есть деньги. Что еще нужно? Пойдемте послушаем, как им это удается. Досмотрите этот видеоролик до конца, наверняка для вас он будет полезным, ведь каждый из нас хочет зарабатывать хорошие деньги. Наш первый участник Николай. Коль, привет. Привет. Я знаю, что тебе 35 лет, я знаю, что у тебя высшее юридическое образование. Расскажи нам, пожалуйста, ты работал в крупной организации, вообще свой этап становления как человека. На самом деле в Москве я уже здесь 10 лет, на сегодняшний день я являюсь руководителем собственной строительной компании, которая существует успешно 2 года. До этого я работал в крупном агентстве по недвижимости города Москвы, руководителем продаж нескольких ЖК, которые находятся в разных районах Москвы. Я приехал из города Тамбова. Из Тамбова поехал покорять Москву. Да. Приехал и постепенно, как ты стал руководителем, расскажи, вот кратенько свое становление. Если рассказывать кратко, изначально работаю, никто не хочет тебя брать, потому что нет опыта, потом ты приустраиваешься на плохую работу, работаешь очень долго. В дальнейшем ты уже начинаешь поступать, как менеджер по продажам, тебе куда-то начинают брать. И я работал в автобизнесе. Но пришел кризис 2008 года, пришлось менять сферу. И я выбрал строительство. Я пошел сначала к застройщику, он был неизвестный в Москве, брусника, хотя на другом конце страны это достаточно известный застройщик. И потом, после этого, я перешел в крупную компанию уже в городе Москве брокерскую. До того, как ты ушел из компании, вот последние месяцы, какой твой был оклад, сколько ты в неделю работал? На самом деле, у брокера по продажам недвижимости график ненормированный. Иногда приходится работать и суббота, и воскресенье, и люди совершенно не понимают, выходной у тебя или не выходной. Ведь офисы продажи, они работают постоянно, круглогодично и круглосуточно. Иногда люди просыпаются на другом конце страны, и для них это утро, и они тебе могут позвонить либо рано, либо вообще поздно вечером. Поэтому работа брокера по недвижимости это работа 24 часа в сутки. Если говорить о заработке, скажем так, за последний месяц, который я проработал в брокерской компании, мой доход составлял не более 200 тысяч рублей, а средний он был в районе 150. Но тебе хватало этих денег на жизнь? Хотелось большего. На самом деле у меня все было хорошо, мне нравилась моя работа, но я не видел роста, куда я дальше мог двигаться. И воля судьбы получилась так, что меня познакомили с одним человеком, с которым мы решили открыть собственное дело, и вот по сей день, на сегодняшний день, я работаю уже сам на себя. И вот давайте прямо здесь и сейчас мы вас познакомим с этим самым человеком. Зовут его Бек. Бек, привет! Добрый день! Расскажи, пожалуйста, кратенько, до того, как ты решил предложить Николаю заниматься собственным бизнесом, попробовать начать работать на себя, чем ты занимался? До того, как мы с Николаем решили совместно осуществить какой-то бизнес, я работал в большой строительной компании, работал там на хорошей должности, руководителем проекта, получал хороший оклад. Сколько хороший оклад? У меня официально 120 тысяч оклад, с премием около 200 тысяч, 200-220 тысяч выходил. Но официально 120 тысяч рублей я получал, с учетом всех налогов, и все, с вычетом всех налогов. Но, к сожалению, просмотрев проработки некоторое время, понял, что очень много руководителей, безграмотных, неответственных людей, которые себя строят кого-то, потому что они мои руководители, но намного глубее, не имеют строительного образования. В связи с этим решил открыть свой бизнес и работать сам на себя. На тот момент тебе было 33 года, сегодня ребятам по 35 лет. Сколько лет тебе потребовалось, чтобы дойти до этой мысли, что есть руководители условно глупее, и то, что можно работать на себя? После того, как закончил строительный институт, это получается 21 год после школы сразу поступил, где-то 8-9 лет практики. 8-9 лет, и того, в 33 ты ушел, по моей математике это получается 12 лет после окончания института. Да, 12 лет. Нет, просто у меня был период, когда я уезжал за границу, 3 года там работал, поэтому... Хорошо, как и где, и при каких обстоятельствах ты познакомился с Николаем? Ну, у нас с Николаем был совместный друг, хороший, и он сейчас у нас тоже хороший товарищ, он говорит, Бек, я хотел познакомиться со своим другом, он хороший, ответственный парень, и как раз я просил, чтобы человек занимался именно продажами, квартир был, брокером, знал эту тему, кухню, все полностью, и он меня свел с Николаем, после этого мы уже нашли общий язык и начали дальше общаться. У нас уже пошли такие, через пару месяцев у нас пошли уже дружеские отношения. То есть изначально, потенциально, ты просто искал себе какого-то компаньона, кто будет специализироваться по одной теме. Да, да, да. Как вообще пришла идея именно работать в строительном бизнесе? В силу того, что ты раньше там работал, ты понимал, что здесь есть деньги? Да, потому что изначально, как бы родители к этому и стремились, чтобы я получал строительное образование, потому что, как бы, стройка всегда есть и будет, и потом я сам знал, что в Москве у нас после Советского Союза времена меняются, и все, но вот это все старое, будет меняться, переделываться, и зазор лет на 100 точно есть. И поэтому в перспективе решил заниматься строительством и как бы не прогадал в этом. Приехали мы в этот комплекс не случайно. Бек, рассказывай, чем вы начали заниматься и чем вы зарабатываете на жизнь? Ну, изначально мы начали с этого комплекса. Мы зарабатываем тем, что мы делаем полностью отделку квартиры под ключ. Мы не берем квартиры, где надо что-то доделать или переделать. Мы берем именно новые квартиры под ключ. Также делаем дизайн-проекты, инженерные проекты и осуществляем это как бы вживую. Проводим весь период строительства, сами это все с Николаем контролируем. У нас строительная компания, которая занимается отделкой квартир. Николай умеет продавать, ты знаешь, по строительству, где вы искали людей, кто будет заниматься ремонтом. Сами же вы ничего не делали? Да, мы сами ничего не делаем. У нас до этого, я как говорил, что у меня была строительная практика, у меня были свои бригады, потому что я работал в большой компании, как я и говорил, и у меня очень хорошие отношения были с моими рабочими. Потому что некоторые компании задержали зарплату, и все, я людям платил свои деньги, содержал людей, и поэтому у людей было очень большое доверие, и как бы этот коллектив я забрал с собой. То есть получается картина такая, ты работал там, забрал с собой коллектив, который есть руки, есть мозги, понимание, как делать, ты условно на тот момент был, ну условно прорабом я могу тебе назвать, а Николай у вас занимался продажами. И для того, чтобы у вас получилась полная картина, я хочу донести до вас следующую информацию. Вот мы летаем над этой новостройкой. С одной стороны, выглядит современно, выглядит свежо, с другой стороны, все как-то слишком близко друг к другу. Дома действительно высокие, соответственно, внутри двора постоянно какая-то тень. Нужно подгадывать время, чтобы выйти погулять с ребенком на солнышке. Но вы же скажете, что какая-то скрытая реклама, ты нам новостройку рекламируешь. Друзья, доношу до вас интересный факт. Вот здесь продавались одна, двух, трехкомнатные квартиры. По цене примерно, я называю средние цифры, от 8 миллионов до 16 миллионов рублей. Все зависит от этажности, блока. Суть в следующем. На данный момент, согласно официального сайта застройщика, все квартиры проданы. Внимание, все квартиры проданы. Вот вам, пожалуйста, кризис. Понятное дело, что большая часть квартир сегодня покупается в ипотеку, на 20-30 лет, но сам факт того, что подозревать, что это какая-то реклама, не стоит. Что интересно, вся площадь под этой новостройкой отдана парковочным местам. Там подземный паркинг. Вы, проживая в квартире, можете выйти в подъезд, в шортиках зимой, спуститься на паркинг, пройти с одного конца на другой, потому что на этих первых этажах расположена различная коммерческая недвижимость. Там есть кофейник, там есть ресторанчики, там есть торговые центры, там есть продуктовые магазины. В этом плане, конечно, было прикольно. С другой же стороны, общаясь с людьми, они рассказывают, что на этапе продажи в этом паркинге было куча воды, люди приезжали покупать себе квартиру, при этом ходили все в галоши, потому что там были затопы. Сейчас вроде как это все урегулировали. Опять же, передвигаясь по ней, заходишь в один лифт, вроде бы все чисто красиво. Заходишь в другой лифт, он видно, брошенный, недоделанный. И вот в этом проблема этих новостроек. С одной стороны, все классно, визуально красиво, свежо, чистенько. С другой же стороны, вот так и будет в ближайшие 5 лет что-то где-то шуметь, сверлить перфоратором. В частности, вы сами слышите в процессе интервью, постоянно что-то где-то на фоне жужжит. Здесь выбор делает только вам, но сам факт того, что никого это не смущает, все продано. А вот тут я вам хочу дать действительно полезный совет. Покупая новую квартиру или проживая в текущей, если вдруг вам что-то нужно для дома, возьмите за правило все цены проверять через Е-каталог. Заходим на него и здесь огромное количество различных разделов. Так, например, есть все для дома и ремонта. Вы просто посмотрите, какое обилие здесь предоставлено разделов. Сантехника, водоснабжение, посуда, мебель, охрана и умный дом. Друзья, я оставлю обязательно на них ссылочку в описании. Е-каталог это просто огромный выбор. Например, что сейчас нужно вам или вашим детям. Например, настольная лампа для обучения. Выбираем пару вариантов. Так, например, за 816 рублей и посмотрим, чем она отличается от лампы за 3250 рублей. Нажимаем сравнить и мы можем увидеть колонку, где расписаны основные отличия. В одной диоды, в другой лампочка с цоколем. В общем, друзья, полезные вещи здесь есть. Самое главное, Е-каталог не призывает вас что-либо купить. Основная его задача это дать вам возможность выбрать действительно нужный для вас товар. Вы можете всегда почитать отзывы о товаре. Только после того, как вы определились с выбором, вы переходите в раздел «Где купить» и выбираете магазин, где наиболее доступная цена. Поэтому, друзья, пользуйтесь с удовольствием. Е-каталог действительно заслуживает вашего внимания. Ссылочка в описании, а мы продолжаем. Коль, вот познакомился ты с Беком. Что он тебе такого рассказал, что ты решил уйти со своей основной работы, где стабильность, где все понятно, ты приходишь, знаешь то, что к концу месяца отработаешь 150, а то и 200 тысяч рублей получишь. Мы с ним посидели и почитали экономику. Если мы действительно будем брать неплохой объем квартир, дело в том, что я работал брокером по недвижимости в этом ЖК, и на сегодняшний день была база клиентов, которые постоянно задавали один и тот же вопрос. Где найти хороших строителей, чтобы все качественно сделали? Собственно, тут появился Бек, и мы с ним сидим и рассуждаем по поводу того, что мы можем предложить людям и как мы это можем сделать. По деньгам получалось достаточно все неплохо. На калькуляторе то, что вы расписывали? На калькуляторе мы сделали, опять же, небольшой бизнес-проект, не надо расписывать это на 100 страниц, мы просто на двух лисеточках с ним посчитали, если мы будем делать хотя бы несколько договоров в месяц, сколько это будет выходить, и эти деньги показались нам интересными. При том, что да, может быть вначале это были не те суммы, которые мы сейчас зарабатываем, но это был тот старт, и после нескольких договоров заключенных мы уже понимали, что в этом есть рациональное зерно, и плоды нашего сотрудничества дают хороший результат. Я правильно понимаю, что вы, получается, стали как инь и янь, как левая рука и правая рука, то, что он занимается строительством, ты умеешь продавать, ты умеешь считать, у тебя есть база клиентов, большая база клиентов, которые постоянно к тебе обращаются, и таким образом вы стали таким тандемом, и сегодня вы даже уже можно считать вас относительно друзьями, наверное. Да, так можно считать, и на сегодняшний день у нас хороший тандем, потому что бег хорошо разбирается в строительстве, у него строительное образование, я отвечаю за блок продаж и коммуницирование с новыми клиентами. На сегодняшний день у нас в разработке огромное количество ЖК, даже когда ЖК еще не сдался, мы готовим этих людей, мы создаем дизайн-проекты, мы консультируем по стоимости, рассказываем нюансы строительства, и человек, когда уже получает ключи, он уже готов заключить с нами договор. Слушай, расскажи такой момент, мы с тобой сидим на лавочке на улице, как правило, многие люди представляют то, что успешные предприниматели, у них должен быть где-то офис, там, Москва-Сити рисуют, где-то в центре, пусть даже и не в центре, но должен быть офис, должна быть своя бухгалтерия, там, секретарша, еще что-то. У вас с Беком сегодня нет ни хрена офиса, почему? На самом деле, все просто. Если мы говорим о офисе, он изначально был, но человек не хочет туда ехать, люди, как правило, в Москве все заняты, и ритм жизни совершенно иной, поэтому он просуществовал недолгий период времени, и люди хотят видеть твой результат работы. Ни разу ко мне не приходили клиенты, которые бы не хотели зайти на мой объект и посмотреть мое качество работ, поэтому мы вводим на свои объекты, мы показываем то, что мы можем, то, что умеем, говорим о всех нюансах, и тут человек принимает уже взвешенное решение, хочет ли он с нами работать как с профессионалами, при том, что тот спектр услуг, которые мы можем оказать с Беком, он не заканчивается только ремонтами. Мы можем сделать квартиру, помочь ее сдать в аренду, можем подсказать, где выходит новый ЖК, и можно приобрести лучше квартиру, можем продать ее, то есть мы оказываем то, что, в принципе, не сделает на сегодняшний день ни одна строительная компания. Вот здесь я просто хочу сделать акцент, что вы, получается, продаете мозги свои, то есть вы разбираетесь в рынке, вы поработали 10 лет, набили опыт, хотя у тебя юридическое образование, ты как бы условно должен был быть каким-нибудь юристом, ну а ты поработал и в автобизнесе, и менеджером условным по продажам. Вот смотри, момент, вот что просто люди понимали, как вы, получается, ведете бухгалтерию, в любом случае вы кому-то выставляете счета, то есть вы как-то деньги, ну вы должны отчитываться, как у вас это происходит, кто вас отвечает за бухгалтерию? За бухгалтерию у нас все на аутсорсе, есть бухгалтер, который занимается этими вопросами, на самом деле его держать на удаленке не так уж и дорого, если мы говорим о работе с договорами, я сам юрист, все это можно совершенно спокойно проанализировать, составить определенную рыбу договора, посмотреть то, что предлагают другие, опять же, конкуренты, мы все время мониторим рынок и смотрим, как люди работают, наши же конкуренты, при том, что строительный рынок сам по себе сфера не каждый с вами строитель заключит договор. Иногда вы вызываете человека, вы вроде бы думаете, что он с вами заключит юридические отношения, но по факту все на словах. И это так работает, наверное, большой сегмент строительных компаний. Расскажи, пожалуйста, когда мы с тобой общались, вы рассказываете, что на этапе строительства вот этого ЖК, где мы сидим, вы сделали аж 150 квартир. С одной стороны, сразу хочется сказать, да слушай, подожди, вы работаете два года, ну, лично моя математика, в году там 365 дней, 150 квартир в одном только ЖК. Объясни, как это так? К этому нельзя прийти вот за один день. Дело в том, что когда ты работаешь в недвижимости, только для примера вам скажу, в этом ЖК я лично продал не один десяток квартир, это мои личные продажи. И люди, которые ко мне обращались с просьбой найти им строительную компанию, в принципе, весь ответ лежит на поверхности. То есть, это был хороший старт. при том, что мы ставку делаем на людей, людей, которые нас рекомендуют, есть сарафанное определенное радио, и людей, которые делают руками непосредственно уже строительные работы. Это самое ценное именно в этом бизнесе, потому что, имея там навороченный красивый сайт и все остальное, это не даст вам продажи, как это делает, собственно, моя компания. Вот интересный факт, что у них нету Инстаграма, у них нету сайта, у них нет вообще нихрена. У них вот есть телефоны сотовые и вот связи, которые вот условно, вот сарафанное радио, про которое он говорит. То есть, условно, в качестве благодарности на них мы максимум, что можем оставить от почты электронной или телефон, зайти посмотреть готовые работы, 2020 год, ребята такие, слушай, блин, мы вот сейчас сидим, думаем, может нам Инстаграм завести, чтобы хоть что-то туда выкладывать. То есть, в целом, вы условно, сегодня в заказах не нуждаетесь. В заказах мы всегда нуждаемся, как в хороших партнерах. Вопрос только в том, что нам того объема, который есть у нас даже сейчас, его хватает более чем. И поверьте мне, у людей, которые ищут строительную компанию, наоборот, проблема найти хорошую бригаду качественную, которая сделает хороший ремонт и не обманет заказчика. Отсюда хочется задать вопрос прямой по деньгам. Как правило, любой человек встает рано утром не для того, чтобы солнышку улыбнуться, для того, чтобы отправиться куда-то там, начать пахать, копать, работать, читать, чтобы заработать деньги. Вот мы с вами маленько так посчитали. Давай расскажем ребятам за два года в среднем, сколько вам удалось зарабатывать денег чистыми, с учетом того, что вы уже заплатили людям за работу. Вот расскажи, пожалуйста, по деньгам. В деньгах, ну, ремонты бывают и дешевые, и дорогие, но средняя цена под ключ, если мы говорим, это в районе 25 тысяч рублей квадратный метр чистыми, может оставаться где-то на нас как партнеров тысячи, две, три. Но опять же, не забывайте, вы эту сумму должны разбить на три месяца, которые, или четыре, или пять, если дизайнерский ремонт. Поэтому заработки, если мы раньше зарабатывали там по 150-200 тысяч, сейчас, конечно, они другие. Это составляет в чистом эквиваленте порядка 400-500 тысяч в месяц. И это при том, что мы работаем сами на себя и делаем свой собственный график. И никогда не бывает такого, чтобы я лежал тоже до 10 часов. Иногда столько заказов после вашего, допустим, интервью, у нас уже есть несколько клиентов, которые нас ждут, и мы должны приехать к ним и провести встречу. У вас постоянно есть работа, даже вот общаясь сейчас с Беком, у него постоянно идут звонки, что-то он там оплачивает, готовится, то есть у вас процесс всегда движется. Да, все верно, все так. И в среднем сейчас у вас получается в месяц на человека, как ты сказал, 400-500 тысяч рублей. Да, все верно. И да, конечно, сидя на лавочке звучит так, 150 квартир, двое чистеньких, аккуратных ребят рассказывают какие-то выдуманные истории, и я им говорю, ребят, покажите, что вы делаете. Да без проблем отвечают, ты какую квартиру хочешь посмотреть? Однокомнатную, двухкомнатную, трехкомнатную. На этом объекте прямо сейчас у нас продолжают идти работать, после чего мы отправились с ними в несколько квартир просто посмотреть, что действительно это все правда. Люди ушли на обед, мы зашли на квартиры и вот вам, пожалуйста, реальность. Например, на вашем экране двушка, которая официально написана 61,5 квадратных метров площадь у нее. Когда заходишь внутрь, понимаешь одно, что да, планировка полностью уже переделана под человека, но сам факт того, я проживаю в квартире 27 квадратов. Я захожу сюда, мне кажется, вообще мало места. Посмотрите сами по кадрам, такое ощущение, как будто она какая-то слишком маленькая, как будто 48-50 квадратов и это она еще без мебели. Тем не менее, у людей действительно отстроена работа. Мы их никак не рекламируем. Им огромное спасибо, что они вообще согласились на камеру рассказывать нам, как они деньги зарабатывают, какие у них доходы. Поэтому делайте выводы, вот, пожалуйста, у людей работа кипит. А так, честно говоря, я бы с огромным желанием заснял бы пару роликов именно обзора на новостройки. Потому что сегодня, полазив по интернету, почитав, что сейчас люди строят, какой уровень комфорта они пытаются делать, то есть вскоре это будет как конфигуратор. Не нужно будет даже думать о каком-то ремонте. Ты, покупая квартиру, сразу заказываешь ремонт. Ты выбираешь, что ты хочешь видеть на полу, на стенах, по мебели. То есть, как вот машину мы с вами собираем, подогрев руля, бесключевой доступ, это хочу, это не хочу, натыкал, тебе выкатывают прайс, ты его оплачиваешь и все, ждешь. После того, как тебе говорят, квартира сдана, ты приходишь с ключиками, открываешь дверь, а там уже все стоит. Поговаривают то, что где-то в Москве есть одна такая новостройка, но в целом, пока что, это перспективы развития на будущее. Согласитесь, было бы интересно полазить по новостройкам, посмотреть, что сегодня предлагают. Но с другой стороны, там цены просто бешеные. Это примерно будет от 15 до 50 миллионов рублей, вот такой разгон по ценам. Есть где-то местами, там однушка или студия за 8-9 миллионов рублей, но, друзья, можно сказать, что это очень дорого, а с другой стороны, вот вам, пожалуйста, живой пример, все продано, хотя построен комплекс совсем недавно. Когда вы начали заниматься, на начальном этапе у вас прям был большой всплеск, как Николай рассказывает, у вас было огромное количество квартир, 150 вы взяли в работу. Ты мне расскажи, вот как строитель, как так получается, что ты смог организовать непосредственно постоянный ремонт, чтобы везде шел? Просто, как правило, люди берут 2-3 квартиры, а если уж 150, сколько у вас рабочих было? У нас изначально, на тот период, когда мы только начинали, у нас был максимум самый, потому что изначально подписан, у нас где-то 75-80 человек было, но Николай, как финансист, он много-много квартир находил, он говорит, Бек, нам надо все их обслужить, все, ремонты мы сейчас это. Я говорю, Коль, понимаешь, в Москве пробки, и ты просто физически не сможешь присутствовать на каждой квартире, и из-за этого мы не сможем взять большое количество квартир, потому что заказчик, он как ребенку относится к каждой квартире, и хочет, чтобы мы там были часто присутствовали. Нам нужно обрабатывать и работать только желательно с несколькими комплексами, желательно в одном комплексе, и прям там-там набирать квартиры. За счет этого, что мы, с счастью, нам повезло, мы попали в один комплекс, и поэтому мы могли обслуживать несколько квартир одновременно. Например, одна бригада могла обслуживать 5-6 квартир, потому что они находятся в одном комплексе, иногда даже на одном этаже, и поэтому за счет этого они скоперировались, и мы могли обслужить такое количество квартир. И в итоге нам с Николаем удобнее было, мы приезжали, и за один период могли обойти почти что все эти квартиры, и заказчик доволен, то что его квартиры кто-то занимается и по своему руководству контролирует хорошо есть замечательная поговорка кот за дверь мыши в пляс окей вы катаетесь вместе решаете дела где-то тут строится квартира ну делается мне ремонт танки прораб там у тебя рабочий я прекрасно пойма как это все происходит не бывает ремонта без косяков где-то там рабочий был в плохом настроении что-то тебя пляп сделал прораб это мог не заметить как у вас происходит контроль и неужели у вас прям квартиры все без косяков нет косяки они существуют но есть такие косяки после которых нужно строительные выгонять в которые вот например инженерии тоже сантехника электрика стяжка стены перегородки там не должно быть косяков если там есть косяки мы с этими рабочими просто не работаем вот поэтому а вот эти мелочные косяки которые по финишке они у всех бывает это ничего страшного заказчики все это понимает мы все это решаем устраняем но еще у нас есть такая фишка как вот сап группа у нас и мы каждый день как бы контролируем своих строителей они каждый день нам скидывают фотоотчет они без нас мы так настроили своих строителей что без нас не делать ни одного шага после того когда строитель наш дел какой-то определенный этап его принимая потом принимает заказчик только после этого он получает зарплату поэтому им нужно сделать качественно если он сделать не качество не получит зарплату зарплату сколько получает у вас среднего рабочий ну давай возьмем среднюю цифру в месяц и сколько у вас получает прораб Но в среднем рабочие получают, если эквивалентно доллары, то получают 1000 долларов. Парараб всегда процентов на 20 больше. Короче, в рублях это рабочие примерно 73, 73-75 у нас сегодня. У нас сейчас курс резко играл, а так 60-75 тысяч, а прараб 100 тысяч. Сколько вы работаете в неделю? Ну у нас получается, как за счет того, что у нас WhatsApp группа, мы работаем онлайн, а так как бы все в правовых нормах, там с 9 до 9, и заказчики тоже знают, они никогда рано не пишут и поздно не пишут. Но за счет того, что у нас есть группа, мы всегда на связи. У нас никогда нет проблем в этом плане. Вот дай совет людям, вот смотри, что нужно, чтобы начать заниматься подобным бизнесом, пусть в Москве, либо в любом другом городе. То есть по сути ты независимый человек, Николай независимый человек, ты его знать раньше не знал. Вы скооперировались, нашли общий язык, сегодня вы делаете деньги. Вот допустим, сидит сейчас человек, думает, блин, где бабок взять, как заработать. Вроде бы я умею ремонтом заниматься, у меня там сани есть, что-то там считать умеет. Как вот ты бы дал бы совет? Во-первых, любым бизнесом, если ты хочешь каким-то заняться, то надо в этом разбираться. Если ты в этом не разбираешься, то не стоит тебе лезть. Потому что, к сожалению, наше общество сейчас такое, оно куда ни плюнь, все хотят тебя обмануть, что-то сделать, это все. И поэтому, если ты в этом ноль, то и ты не заработаешь ничего, ты будешь как бы ноль полный. Поэтому, если ты куда-то идешь, ты должен разбираться. Например, Николай, он финансист. Он как финансист понимает, что строительство, отделка и квартиры, все это продается, и это приносит хорошую прибыль. Но он не строитель, он в этом не разбирается. Поэтому мы скопировались, и мы друг другу доверяем и работаем. Но в итоге мы делим прибыль пополам. Но в итоге мы можем больше сделать квартиры. Как бы наш бизнес процветает. Если бы Николай отдельно, я бы отдельно, может быть, ничего не зарабатывали. Потому что я не финансист, я строитель. Ну, давай тогда подведем итог по вашей компании. Вот вы работаете два года, у вас скоро там третий пойдет. За эти два года были какие-то неприятные ситуации, что вы меж собой какой-то общий язык не могли найти? Что вы, например, едете, вам заказчик звонит, вы обещали сделать к понедельнику, уже там неделя прошла, не успеваете. Что где-то там на объекте у вас что-то встало из-за того, что не пришел прораб. Ну, такие вот рабочие, живые моменты, которые как палки в колеса. Нет, рабочие, живые процессы бывают, но в основном это как в глобальных стройках, когда ты строишь за городом или что-то. У нас отделка квартир, у нас бригада, мы знаем, сколько каждая бригада может выполнить, сделать квартир. Мы не даем им много, не даем им мало. И как бы мы все курируем, и у нас нету, мы заранее на берегу договариваемся. И с Николаем, например, по деньгам, и с заказчиком. И как бы у нас, вот в чем у нас все открыто? У нас открыт черновой материал, у нас открыт чистовой материал, у нас открыто, сколько Николаем мы зарплату получаем, сколько получает рабочая. Мы к заказчику, когда идем, мы продаем свои услуги. Не нравится, не покупай. Это вот как ты пришел в магазин, ты любишь Марс. Ну, зачем мне нужен Сникерс? Если нету в магазине Марса, я пойду куплю в другом магазине. Так же и мы. Мы предлагаем свои услуги, мы показываем, не хочешь, не покупай нас. Но хочешь, заплати нам денег, мы стоим этих денег. Но опыт вам действительно помог. Конечно. То, что вы по 10 лет отработали, по 12, это, конечно, нам сыграло. Ну, потому что, как вы говорили, что изначально люди в интернете начитаются, и в строительстве есть там маленькие-маленькие нюансы, чтобы перепроверить меня. И вот приходят заказчики, когда они начинают перепроверять, и они понимают, что ты реально строитель, ты в этом разбираешься, у людей, конечно, люди успокаиваются. А то у нас много случаев в Москве, когда человек вчера готовил в ресторане, сегодня он прораб, и он приходит, ремонтирует квартиру, и он не знает ни по электрике, ни по сантехнике, ни почему, и заказчик это пугает. А как вот вам удается, например, объяснить людям, ну, смотри, у вас средняя цена квадратного метра 25 тысяч рублей. Здесь простая математика. Квартира у вас 10 метров, значит, вы отдаете 250 тысяч рублей, вы делаете под ключ. То есть, это черновые работы плюс материал. Средняя такая цена названа. Отдельные там какие-то суперпроекты, это понятное дело, что там условно миллион может стоить квадратный метр. Человек заходит в интернет, начинает читать там 5 тысяч рублей квадратный метр за все то же самое. Где-то там кто-то пишет 3 тысячи 500 рублей. Как вам, да, как вам удается доказать, что у вас цена адекватная, что нет накрутки серии, что вы сделаете за 3 500, а все остальное заберете себе. У нас такая ситуация, у нас хороший бонус. Плюс то, что у нас всегда в работе 10-12 квартир есть. Это очень влияет на заказчик. Когда заказчик приезжает, он видит разные этапы. Перегородки, отштукатуривания, там уже покраска, уже где устанавливают двери. И поэтому заказчик все это видит, он понимает, что у нас есть работа. Это уже о чем-то говорит, что у нас есть такой объем, значит, мы как специалисты хорошие. Потом большинство заказчиков приезжает со своим специалистом, который с уровнем все это перепроверяет. Это тоже большой плюс, потому что у нас качественная работа. И в-третьих, то, что заказчик на объекте видит весь материал. Он может спросить, а какой у вас ламинат? Вот, пожалуйста, пощупайте. А какая у вас краска? Двери. И поэтому заказчик это успокаивает. Он понимает, что ему за эти деньги мы не втюхим. У нас, например, черновой материал, весь премиум класса, самый дорогой то, что на рынке есть. Та же электрика, автоматика и все-все-все. Также и чистовой материал у нас брендовый хороший, средний. И поэтому заказчик это видит, и он понимает, что его не обманывают. Что это стоит этих денег. И всегда надо объяснить заказчику, что за 3000 рублей к тебе придут рабочие, которые делают на 3000 рублей. Нормальный, достойный рабочий, он получает нормальный, достойный денег. Коль, у вас вот куча объектов. Как удается вести бухгалтерию, что везде контролируют? Там деньги надо забрать, здесь деньги забрать. Это же все равно как большой объем. Как правило, с заказчиками всегда договариваемся заранее. То есть, если необходимо платить какой-то этап, в WhatsApp-группе все находятся, рабочие, бригадиры, я непосредственно бег. Человек уже заранее знает за 2-3 дня, что мы заканчиваем этапы, ему не надо суетиться. Но ты какую-то таблицу ведешь. Как вот понять, смотри, допустим, у тебя 20 объектов. С этого должны были взять то ли 70 тысяч, то ли 80, потом что-то переигралось. Тем более стройка, это ведь так постоянно все меняется. На самом деле, отработав длительный период в крупной компании, сейчас многие застройщики, брокерские компании вводят CRM-системы. Она, в принципе, систематизирует людей, не дает забыть определенные моменты. И коэффициент полезного действия каждого человека, он возрастает. Мне достаточно при сегодняшних объемах современного смартфона, последней модели, и у меня полностью весь органайзер записан, что я должен, кому что выслать, где договор сделать, куда навстречу поехать. Понятное дело, такой объем информации держать в голове невозможно. И на сегодняшний день записная книжка просто превратилась уже в электронную. Вот и все, которая тебе каждый раз, будильничек. Сегодня наша с тобой встреча, и в принципе, у меня уже в 10 часов была заметка, что у меня встреча с тобой. Хорошо, дай совет молодым ребятам, как вот Бек рассказывал по стройке, с точки зрения тем, кто вот не хочет руками работать, то хочет работать мозгами. Как им правильно заходить в подобный бизнес, как его правильно вести, где опыту набраться. Может быть, ты скажешь, пройдите там обучение. Есть определенные книжки. На самом деле, один из застройщиков приучил меня много читать. Я читаю достаточно много, и это, как правило, зарубежная литература, но есть и российская. Плюсом, надо постоянно повышать свой уровень знаний. Прийти сюда в стройку и сказать, что я специалист, невозможно. Я перед тем, как заниматься ремонтами, отработал у риэлтора, крупной риэлторской компании длительный период времени. Я уже понимал, как строится здание, что такое монолит, опалубка, стяжка. То есть эти вещи для меня уже были знакомые. То есть ты должен как минимум 10 тысяч часов отработать в какой-то области, чтобы стать профессионалом, как говорят некоторые люди. Вот я, с твоего позволения, как раз прям хочу от себя такое наблюдение вставить. Вот смотрите, а ты меня поправишь. На сегодняшний день, если вы зайдете на рынок недвижимости, вот я там смотрю квартиры, иной раз где что продается, куча агентств. Риэлторов их просто вот такое количество. Но, как правило, бывают риэлторы, которые приезжают, они нихрена не знают. Они мало того, что про объект, который они приехали продавать, не знают. А что такое опалубка, какой-то дом монолитный, панельный, кирпичный. Он даже, стоя возле дома, может не увидеть. При этом люди хотят что? Зарплату 150-200 тысяч рублей, не имея никаких знаний. Такого не бывает, к сожалению. И чтобы к этому прийти, ты должен пройти определенную ступень. Вообще, менеджер по продажам и тот же самый руководитель по продажам это сложная профессия. Ты должен быть специалистом в огромном количестве областей, потому что клиенты к тебе приходят, вы не поверите, но я общался с медработниками, с физиками, со строителями, с автослесарями, с владельцами бизнесов и так далее. И эти люди тебе дают огромное количество информации, которую ты впитуешь как губка. И я, в принципе, могу на любую тему проговорить, вплоть до того, что сколько стоят голубые фишки, какие акции на сегодняшний день, в какой цене. У меня эта информация, потому что я общаюсь с огромным количеством людей. И чем больше у вас круг общения и разных профессионалов находится вокруг вас, тем вы становитесь более компетентными в какой-то либо области, потому что не каждый разбирается в определенном что-то... На этом нужно время. И улучшайте свой круг общения. Если лежать на диване, вы будете в одиночестве либо перед монитором с компьютерной игрой, и ваш уровень IQ, и интеллект останется на том же уровне. Слушай, вот это, конечно, очень прям полезная информация. Отсюда хочу тебе задать вопрос. Вот вы сейчас зарабатываете по 400-500 тысяч рублей в месяц чистыми. Это на самом деле хорошая зарплата. Многие скажут, ну нифига себе, по полляма, то есть ты себе и машину можешь дорогую позволить. Вот за эти годы, которые вы проработали, даже два, это не так много, но вот с таким доходом это хороший был результат. Куда ты денежки-то свои деваешь? На что ты тратишь? На тачки? Или на что? В молодости было так, но дело в том, что даже имея хороший зарплаток, я не покупаю себе мерседесов, я езжу на простой машине и не привлекаю внимания к себе. Это первый момент. Второй. Те деньги, которые я сумел заработать за эти два года, я вложил в надежного застройщика. По большей части я работаю с проектом МР Групп, и я ему доверился также и купил квартиру в ЖК, Ситибэй. Проект только стартанул, и имея свой огромный опыт, мы хорошо там вложили денежные средства, то есть квартира была окуплена за 5 миллионов 700, на сегодняшний день рыночная цена уже этой квартиры, если покупать ее у застройщика, 7 миллионов. За какой период она выросла на миллион 300? Три месяца. Планы какие у тебя? Просто хочу донести какую информацию. Ты сейчас будешь зарабатывать деньги, у тебя будут, ты их будешь раскидывать по недвижке, или как ты будешь пытаться приумножить их? Дело в том, что банковские депозиты, они сейчас сожираются всей инфляцией, у нас сейчас будут уже налоги введены, так, собственно, и на акции. Люди сейчас покупают недвижимость, во-первых, потому что доступна ипотека, если раньше она была 12-13%, сейчас это уже ставки 6-4, молодая семья там вообще доходит в сельской местности до 2-3, где-то и 90% сделок сейчас проходит ипотечные, это первый момент. Второе, деньги надо вкладывать с умом, они не должны лежать под подушкой, они должны работать. В свое время, да, я вкладывал какие-то машины, что-то, но тут все от человека зависит, кто-то вкладывает свое образование, кто-то путешествует, смотрит мир. Надо жить здесь и сейчас, потому что жизнь коротка. Если нам сейчас по 35 с Беком, на самом деле активной молодой жизни она остается там лет 20, да, потом начинается уже совершенно другая история. Поэтому живите, работайте, занимайтесь, не боитесь делать то, что на самом деле вам хочется, потому что время уходит, и вы не сможете развить тот бизнес или собственное дело, работая на другую компанию, развивая чей-то другой бизнес. Да, это сложно, сидеть на диване не получится, но это стоит попробовать сделать. И в заключение последний вопрос к тебе. Вот у людей может быть там скоплен миллион рублей. Как бы в целом, да, я согласен, тот скажет, скопить миллион это так тяжело, но тем не менее такая подъемная сумма. Имея там миллион, может быть, полтора, ты мог бы посоветовать, куда их можно было бы попробовать пристроить, вложить, куда их запустить, на твой взгляд, чтобы потом можно было бы получить больше? Или это недостаточная сумма? Если у вас есть всего лишь миллион, с ним, к сожалению, сделать ничего нельзя. Но это можно вложить в свое обучение, образование. Это не значит, что надо бежать в бизнес молодость к инфо-цыганам и вкладывать в них деньги. Это стоит пойти учиться, повышать свой уровень квалификации в чем-то. Может быть, вы работая, имея свободное время в два-три выходных, вы можете пойти учиться на дизайнера, а потом эта профессия даст вам больше денег. Я, придя в стройку, я зарабатывал совершенно другие деньги. Я прошел путь от простого менеджера, потом я стал главным специалистом, потом я стал руководителем. На сегодняшний день я занимаюсь уже ремонтом, строительством, и мы помогаем даже своим клиентам, которые к нам обращаются, инвестировать деньги в недвижимость, потому что найти людей, которые чувствуют рынок, в этом крутится, а я знаю все практически стройки Москвы, это очень тяжело. Мы оказываем полный спектр услуг в плане не только ремонта, но мы также подыскиваем недвижимость, иногда ее продаем и сдаем в аренду. Слушай, спасибо тебе огромное за интервью. Я надеюсь, вот эта информация будет полезна людям. Вот, пожалуйста, вам два живых человека, которые работали в крупных организациях, по Москве зарабатывали 150-200 тысяч рублей в среднем, в какой-то момент состыковались чудесным образом и пошли работать на себя. Сегодня у ребят бизнес прет, при этом нет офиса, есть работа, нужно трудиться, зарабатывать денег. Парни, наматывайте на ус, я считаю, что этот сюжет действительно жизненный и полезный. Большой город, новостройки, люди с мозгами, кто отработал по 10-12 лет, у них есть опыт, нашли друг друга, соединились и начали зарабатывать бабки. Казалось бы, что гениального они нам сегодня рассказали? Один умеет строить, знает, как, за какими процессами нужно следить, второй умеет продавать. У одного есть база клиентов, у второго есть база клиентов. Да, это большой плюс для них, но они потратили на это по 12 лет своей работы на дядю. Поэтому, друзья, наматывайте на ус. Вот они, куча новостроек, возможно, возле вашего дома строится, в вашем городе строится. Все, что нужно сделать, это иметь прямые руки и желание зарабатывать деньги. В любом случае, мы никого не рекламируем, за исключением, где каталога. Ссылка ждет вас в описании. Экономите, через него ваши денежки. В общем, подписывайтесь на канал, давайте ваши советы, давайте ваши рекомендации. Хотите принять участие? Без проблем пишите на электронную почту, вы ее видите на экране. У нас сегодня все. Я думаю, вам есть над чем подумать. Я с вами не прощаюсь, а лишь говорю, до скорой встречи. Спасибо. Спасибо.